Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире миссия делегации Западной Армении на родине муж. Сопредседатель Минской группы ОБСИ обсудили вопрос Арцаха без России. Председатели Международного комитета Красного Креста встретились с армянскими пленными, удержавшими в Азербайджане. По следам книги Андраника Ярицянина, записки из поездки в Дирсим. Премия Аврора 2022 года будет вручена в октябре в Венеции. Уникальный уральский храм Ванни был ограблен бандитами. Гор Карапетян серебряные медали из чемпионата Европы по айтюдо среди юниоров. Делегация Западной Армении, продолжая свою миссию, также провела в Муши встречи с армянскими жителями, которые смогли сохранить свою армянскую идентичность. Стоит вспомнить, что в истории армянского народа жители Сосуна и Муши особенно отличались своим мужеством и патриотизмом. Находясь в Муши, для каждого армянина является большой миссией посетить монастырь Святого Карапета, что сделали наши делегаты. Прежде чем добраться до руин монастыря, делегаты остановились у знаменитого Сулухского моста, построенного на реке Арацани, который находится на дороге Муш-Ханус. Этот великолепный мост был построен в 867 году армянина. Мост имеет лину 190 метров и построено 12 арков. Затем члены делегации отправились в монастырь Святого Карапета, который сейчас находится на территории села Ченгили. На месте монастыря Святого Карапета ранее находился Мехьян, который был превращен в монастырь во время принятия христианства в IV веке. Монастырь Святого Карапета в Западной Армении считался самой большой и заветной святыней. Это был не только самый известный монастырь в мире Тарон, но и величайший монастырь, известный всем армян после Святого Аджмиадина. Невозможно без волнения представить себе все, что удалось зафиксировать нашим делегатам. От величественного монастырского строения остались лишь несколько руин, а внутренняя структура церкви превращена в склад. Армянские хачкары, ранее принадлежавшие монастырскому комплексу, были хорошо видны на стенах, расположенных рядом домов. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Андрюшофер обсудил со своим коллегом вопрос Арцаха. Об этом говорится в сообщении Бюро госдепартамента США по делам Европы и Евразии. К сожалению, российский председатель не принял соглашение. «Мы с нестерпением ждем продолжения работы Минской группы», говорится в заявлении. В Баку офис Международного комитета Красного Креста посетил армян, задержанных в Азербайджане. Во время очередной встречи, составившейся в июне, представители Международного комитета Красного Креста помогли посредством писем, телефонных звонков и видеообращения заключенным поддерживать связь с своим родными. Информацию Лурель представила Зара Аматуни, руководитель коммуникационных программ Международного комитета Красного Креста в Армении. Напомним, что Азербайджан заявляет о пленнии 38 человек. Западная Армения обеспокоена возвращением пленных. Международное сообщество должно дать четкую и жесткую оценку действиям оккупанта Азербайджана. Оригинальная информация о городе Дерсим в Западной Армении является богатым источником информации. Работа Андраника Еритяна «Записки из поездки в Дерсим» пополняет этот список. Книги, первые опубликованы на армянском языке в Тибелесе, автор представляет подробности поездки в Дерсим в конце XIX и в начале XX веков. Подробнее о книге можно прочитать на нашем сайте в стадии Мехмета Савашина. Церемония вручения премии «Аврора» в 2002 году и сопроводающие ее специалисты мероприятия пройдут в Венеции и Италии с 14 по 16 октября 2022 года. Лидеры мира в области гуманизма соберутся в одном месте, чтобы отдать дань уважения героям и укрепить следующее поколение людей, протянувших руку в помощи. Лежегодно лауреату премии «Аврора» вручается премия размера 1 миллиона долларов США от имени выживших после геноцида армян в знак благодарности их спасениям. Проект «Аврора» оказал значительное влияние, уже изменив жизнь более 2 миллиона нуждающихся людей. Специальное мероприятие завершается церемонией вручения премии «Аврора» в 2002 году, которая пройдет на острове Святого Газара, конгрегации Махетарян, в одном из самых знаковых центров армянской культуры в мире. Западная Армения с радостью принимает эту инициативу, направленную на спасение человеческих жизней. Однако следует помнить, что многие наши соотечественники живут в Западной Армении, и лауреат премии должен направить часть средства на улучшение жизни местных армян. Недавно археологи обнаружили разграбленные искательными сокровищ урадский храм в возрасте 2700 лет, 28 километрах с северо-западу от города Ван Западной Армении. Кладоискатели, выкупив яму глубиной около 5 метров, повредили здание, на стенах которого были фрески. Преступники посчитали, что разграбленная ими территория является церковью, а немедленным сообщением о совершенных им действиях в дирекцию музея города Ван. Руководитель многочисленных археологических раскопок Вани, археолог и преподаватель Константнопольского университета доктор Эркан Кёниер, изучив первые снимки, сделанные в этой монастыре, сказал, судя по снимке, это может быть урадский собор, датирован в 7 веке. Очень близко отсюда находится замок урадского царя Русы II. Издание можно иметь какое-то отношение к этой крепости. Территория храмского комплекса выглядит как место для поклонения. Я думаю, что он был посвящен урадскому богу Халди. Понимая, что важно, сколько предметов увезли отсюда кладоискатели, Конер отметил, что урадские храмы были богаты находками и, скорее всего, здесь были найдены шлемы – оружие, посвященное богу Халди. Западная Армения, с сожалению, отмечает этот случай, и международное сообщество должно отреагировать на его. Однако на пути к уничтожению ценности кладоискатели раскрывают древнюю армянскую культуру, созданную еще до нашей эры, что доказывает факт исконного армянства. Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров прошел в береге Хорватия. Отлично показал себя на чемпионате мира представитель Армении Гор Карапетян. Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Армении, Карапетян четырежды побеждал и завоевал серебряную медаль. Западная Армения поздравляет Гора Карапетяна с завоеванием серебряной медали и поддерживанием высокой чести страны. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. ПЕСНЯ Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.